Здравствуйте, дорогие зрители! Я в последнее время не расстаюсь с Томиком Белой Ахмадулиной. Вот на каждый случай есть своё заветное слово. «Пред новым днём не ведаю стыда, пред днём грядущим не знаю сожаления, и медленно стирая прядь с олба для пущего удобства размышлений. А размышлять мы будем сегодня, о минувшем, сегодняшнем и грядущем дне мировой моды. У нас сегодня настоящие эксперты в этом вопросе. Это декан Национального института моды Инга Владимировна Калагова. Она дизайнер, искусствовед и студентка 4-го курса Национального института моды Витковская Светлана Владимировна. Здравствуйте, дорогие гости! Я думаю, что разговор у нас получится сегодня очень интересный. Я, готовясь к программе, наткнулась на очень интересное высказывание французской писательницы в адрес Ив Сен-Лорана. Она говорила, что он из года в год не просто дает женщинам то, чего они хотят, а то, чего они хотят, не осознавая этого. Вот у вас был очень интересный студенческий проект, который как раз, мне кажется, и подчеркнет верность и значимость этого высказывания. Правда, Инга Владимировна? Конечно, это так. Мне на самом деле, Татьяна, очень хотелось бы вернуться к Белле Ахмадулиной. Дело в том, что здесь разные типы людей существуют. Есть люди, которые следуют слепо моде, а есть люди, для которых внутренний какой-то, внутренний тонус, внутренний тон существенно важнее, чем то, что происходит вовне. То же самое можно сказать и в Сен-Лоране. То есть он, как никто, наверное, из современных кутюрье, он чувствовал дух времени и образ времени. Не случайно он со своей коллекцией выступил. Как же она называлась-то? Битник, по-моему, так она и называлась. То есть это была первая кутюрная коллекция, которую он создал, исходя из образа уличного. То есть вот сорванцы, которые были вне общества, стали источником вдохновения для него. Для многих. Потому что и Габриэль Шанель утверждала, что мода начинается с улицы. И потом, позже уже Карл Лагерферд, они говорили, что дурак тот, кто не чувствует улицы. Потому что это действительно очень креативные идеи можно поймать здесь. Поэтому у нас в нашем институте, национальном институте моды, у нас очень интересное задание, в частности, в этом семестре было. Девчонки, студентки 3, 4 и 5 курса, они с фотоаппаратами ходили по улице. И вот выискивали вот эти живые тенденции, которые сейчас, вот с сегодняшнего дня. Это не те луки, которые можно найти в интернете, не те, ну я бы сказала, что очень часто там себя позиционируют люди с неуравновешенной психикой и нервной системой. То есть они фотографировали именно людей жизнеспособных, которые бегут на работу, которые бегут в магазины, которые одеваются не для того, чтобы себя продемонстрировать, а которые одеваются, чтобы жить в этом. И тем не менее это всегда может быть очень интересно и креативно, да? Светлана, вы ходили с фотоаппаратом. Вы просто искали людей конкретного возраста, социального положения или тот, кто действительно хотел, вот, напрашивався в объектив? Кто были эти люди? Вы знаете, очень много людей на наших улицах Москвы напрашивали свой объектив, потому что независимо от возраста, очень много людей достаточно интересно одетых по цветовой гамме, по фасону. И я присмотрелся, достаточно многие отвечают современным тенденциям модным, что меня поразило. Вообще мы ориентировались на небольшую классификацию. Мы брали возрастные группы. Это молодежь, более взрослый возраст, это люди от 25 до 35 лет, элегантный возраст. И потом мы уже брали пожилых людей. Интересно, элегантный возраст. Это какая возрастная такая? Элегантный мы брали от 40 до где-то 60. Замечательно. Вы знаете, вот у меня в группе бывают женщины и 72, и 74 лет. Я бы сказала, что это женщины мудрого, продвинутого возраста. Они соединяют в себе не только зрелость, но иногда очень креативно подходят к текстилю и делают какие-то азартные штучки, которые делают сразу их на сколько-то моложе. И, допустим, шляпка, вот Филипп Трейсик говорил, что это пластическая хирургия без ножа. То есть действительно можно за счет мелочей сделать из любой женщины очень интересную и креативную. Ну, в этом вопросе я с вами абсолютно согласна, потому что на улицах Москвы. Вы знаете, мы сначала думали, что большей проблемой для нас будет описать моду более пожилого возраста, все-таки людей уже взрослых. Но вы знаете, очень много было женщин, которые очень хорошо выглядели, у которых были очень какие-то интересные шарфики, может быть, какие-то декоративные отделки. Очень красиво заполнялся в цвет. Мне, наверное, на всю жизнь заполнилось. Бабушка одна, она была в фиолетовом шарфе, у него на шлем он был повязан к голове. Фиолетовое платье немного другого тона, но родственного. И фиолетовое пальто. Ну, настолько потрясающе ее выглядело. Вы знаете, вы выполняли роль новой в моде профессии тренд-хантеров. Это охотники за креативными идеями. Сегодня еще, в общем-то, не пользуются популярностью у нас, для наших дизайнеров, тренд-хантеров-буки. А вот, допустим, Джон Гальян, он не начинает новой коллекции, прежде чем не проанализирует дотошно продажи, потом пролистает журналы, газеты, сделает какие-то вырезки, может быть, что-то от ксерокопирует, потому что мода улицы, она действительно интересна не только с точки зрения... Услышать дух людей, да, может быть, вникнуть в их мысли, в образ жизни, сновидения, потому что и андеграундное кино, и музыка – это все, в общем-то, источник для креативно-мыслящего, которых всего 2,5% по дифференциации. Да, вот говорят, что люди, которые являются инноваторами в моде, их мало, а это 2,5%. Бизнес они построить не могут, потому что людей, которые впитывают эти идеи, на первом этапе тоже немного, да. Вот люксовые марки – это 34%, все-таки они, в общем-то, базируются на большем числе людей. Но, тем не менее, когда есть в обществе люди, которые дают новое, это всегда очень важно. И вот вы, в принципе, это новенькое подцепили. А дальше что с этим делаете? Вообще мы изучаем современные модные тенденции по показам модных дизайнеров, пытаемся прочувствовать тот стиль, тот образ, который будет потом. И также мы это сейчас начали в этом году, Инга Владимировна нам сделал новый проект, очень интересный, почему мы начали фотографировать улицу. Нам стало интересно вообще, так как прогнозируют на моду в журналах, на телевидении и на подиумных показах, она как-то вообще влияет на улицу и отражается ли это там. Я думаю, что это взаимный, наверное, какой-то процесс. Знаете, как вот в стакане воды, диффузия, по-моему, называется физики, когда наполовину цветной состав, да, и они начинают смешиваться, дают однородно там розовый или какой-то другой, да, молекулы проникают. И мне кажется, что дизайнер, подпитываясь идеями улицы, и люди, конечно, проявляют огромный интерес к тому, что дают креативные дизайнеры, потому что нельзя жить изолированно ни тем, ни другим. А я в Англии попала в интересную ситуацию, я стала, тоже, стоял человек и фотографировал людей в режиме нон-стоп на видеокамеру. Это называется метод слепого пятна. Я спросила, зачем, он говорит, я снимаю, ну, например, 4 часа улицу, а потом в быстром темпе прокручивая, я получаю доминантный цвет. Вот эта улица в это время, допустим, в утреннее время лондонцы предпочитают серо-розовый цвет. Вот понимаете, да, вот что-то вклинивается. Очень интересный способ, может быть, вы ими тоже этим способом воздействуете. Еще есть мозговые штурмы, вероятно, когда собираются разные люди, и шумно, очень эксцентрично иногда высказывают парадоксальные идеи в области, например, суперкоротких юбок, да. Кто-то смотрит на это благосклонно, кто-то сопротивляется, и вот этот вариант мозговых штурмов, он тоже может быть, в общем-то, вашим таким подручным средством на будущее. А потом эта информация, что она вам дала? Зачем вы собирали вот этот богатый материал для себя? Мы собирали для того, чтобы потом это все просчитывать и выводить очень общую статистику. Мы просчитывали все силуэты, всю тоновую гамму, и выводили, что же именно на наших улицах сейчас более популярно, и как это уже сопоставляется вместе с модными тенденциями дизайнеров. И то, чего нам диктуют моды из журналов и из телевидения, как я говорила уже. Инга Владимировна, а Вы говорили, что у Вас есть интересная публикация, которая заинтересовала не только нас, наши средства информации, но и зарубежные. Да, дело в том, что я, на самом деле, проработала около 10 лет в Нью-Йорке, и там началось, в общем-то, сотрудничество с компанией Модпайклик. И это английская компания, базируется в Лондоне. И они попросили... Сложилась такая ситуация экстренная. Была выставка CPM здесь, в Москве, и они не успевали своего человека сюда прислать. И они попросили меня сделать этот тренд-ресерч. И они... Нужно было сделать сотни фотографий того, что представляют люди из разных уголочков света. И то, как реагирует наша публика, наши байеры на этой выставке. То есть это был очень интересный опыт работы, который, собственно, подтолкнул меня вот к этому заданию, которое я продвигаю сейчас в Национальном институте моды. И с нашей работой мы будем представлять студентов на текстиль-лек-проме в феврале месяце. Надо сказать, что такие тренд-буки – это достаточно дорогое вложение. Потому что 20 тысяч долларов стоит вот такая книжечка с фотографиями, с процентным соотношением того или иного силуэта. И все ведущие дома моды, они пользуются услугами тренд-букеров, можно сказать. Вы говорите только об одной компании, цена для одной компании. А сколько таких компаний по всему миру? Но у нас не бизнес-задача. То есть для нас, для Национального института моды, основная задача – подготовить конкурентоспособных студентов, которые не просто свои луки создают, как тот же Гальяна. То есть это имя, которое он может себе позволить быть художником. Или тот же МакКвин. Мало кто думает о дизайнерах, которые работают для повседневной жизни, для наших современец. Если мы возьмем, например, историческую моду, вот если взять костюмы, которые заявили о себе на мировой сцене, это можно взять, наверное, русский костюм времен Ампира. Кто помнит те имена? Дай бог, если этот костюм сохранился на портрете Лопухиной. Или на портретах Боровиковского, Тропинина. Никто не вспомнит, никто не знает просто этих имен, которые работали для них. Вы знаете, замечательное стихотворение, по-моему, Заболоцкого. Она уже ушла, и нет уже тех глаз. Но красоту ее Боровиковский спас. Спасибо, что остались замечательные костюмы, действительно, на полотнах ведущих наших. Вот, к сожалению, современные художники, они, в общем-то, уже такую красоту нам в будущем не сохранят, наверное. Ой, ой, не скажите, что вы очень... Он очень толковые ребята, очень хорошие и дизайнеры, и фотографы есть. Фотография, да. Да. Но фотография – это сиюминутность, потому что, в общем-то, художник, он пропускает через себя, мне кажется, ну, у него времени просто больше, да, чтобы вникнуть в образ и найти то сокровенное, о чем женщина может сама и не подозревать. Но мы не будем сейчас говорить о художественном плане. Мне хочется, чтобы человек, который сидит у экрана, понял, что он сам может стать креативным, дать идею очень интересному дизайнеру, да. То есть вот выйдя на улицу, он еще несет ответственность за то, чтобы улица была красивая, интересная, чтобы он радовал не только себя, но и глаза окружающие. Вот согласны со мной? Да, абсолютно согласна. Ну, художник сразу прозвучал. Что же, в принципе, дает нам модный прогноз на день сегодняшний? Ну, наверное... Силуэт какой? Стоит начать с силуэта то, что в основном на улицах Москвы, когда мы посчитали, то, что у нас получилось 50%, это все-таки прямоугольный силуэт. Где-то он приближается к х-образному за счет ремня на талии, но при этом он больше похож на х-образный. Практичная элегантность. Да, практичная элегантность. Также трапеция встречается. В основном трапеция встречается у нас в пальто, в пуховиках. Были несколько интересных платьев, но трапеция уже сходит на нет. Появился вот, как мы недавно с Энгой Владимировной просмотрели в модных тенденциях дизайнеров, сейчас начал появляться овал, но он достаточно приближен к прямоугольнику. То есть это, по сути, тоже прямоугольник, который просто с закругленными углами. Сечка, я вас перебью. Вы знаете, вот то, что вы описываете, вот если бы сидел грамотный психолог, он составил бы творческий портрет по тому, что на человека она одета, потому что это удобный дом. Человек как бы прячется в одежду, как улитка, да, и вот он строит крепостные стены вокруг себя, и внутри он чувствует себя защищенным. То есть это человек, который чувствует себя очень ранимым, беззащитным, и ему хочется в этот кокон спрятаться. Вот у меня такое ощущение, да? А дальше? Ой, Татьяна, вы просто не в бровь, а в глаз говорите такие вещи. Дело в том, что мы работаем по системе психологической. То есть это в определенный период времени один психологический тип сменяет другой. И именно это и движет модой, причем модой не только в плане костюма, но это модой в живописи, в архитектуре, во всех видах искусства. Просто одежда, она наиболее мобильный и легко доступный инструмент для людей. Вот, поэтому мы, вот, например, со студентами, мы изучаем различные стили исторические. Учимся понимать психологию людей того времени, ситуации, которые работали на то, чтобы какой-то определенный психотип стал более ярким. То же самое, вы абсолютно правильно сказали, что то, что сейчас квадрат, это, скорее всего, влияние шизотимического психотипа, замкнутого, закрытого. Поэтому цвета, например, в последние два года все были очень мрачные, все показы, они были как будто это траурные марши были, да? Жесткие формы, полностью закрытое тело, не было декора, не было отделок. То есть весь костюм строился на качестве ткани, на текстуре, на фактуре ткани. Немножечко на нюансы цвет. Все боится на себя акцентировать внимание. Да, весь акцент идет на лицо, как источник внутренней жизни, духовной какой-то жизни. Вот. А сейчас вот в этом сезоне немножечко эта тенденция смягчилась. Поэтому мы видим модуляцию вот этого прямоугольника. Он, во-первых, сам стал мягче. Во-вторых, появилась тенденция расширения в бедрах, да? То есть ткани обтекающие, чуть более широковатые бедра. Вот. Поэтому есть тенденция к движению к овалу. Очень много ромбовидных силуэтов появилось за счет того, что используют рукава укороченные, которые торчат. Или они могут быть до три четверти тоже торчащие. У Леди Гага, например, в предпоследних каких-то костюмах, где-то в начале осени, у нее юбка, которая ромбом стоит, серая юбка. То есть четко обозначена геометрией, да? Да, четко. Но все-таки она уже нарушает прямоугольник, что принципиально важно. То есть видна тенденция к совершенно новому стилю. Знаете, опять же, психолог бы сказал, что появление каких-то геометрических выступающих частей, острый в виде выточки рукав, или челки в прическах геометрические, это люди пытаются выйти из кокона и пойти на конфронтацию, да? В общем-то, уже компромиссы, вот эти сглаживания устали люди, и ситуация обостряется, да? То есть она, в принципе, потом опять сгладится, да? Но на край, вот сегодня действительно, а будет ли песочные часы силуэтик, вот любимый женщинами? Ну, будет он, конечно же, потому что все известные достаточно пять силуэтов, они заново потом повторяются. Но сейчас, по большей части, пошел больше овал, и, скорее всего, он пойдет в моду. Сейчас еще очень новое в силуэте то, что силуэте начинает становиться подвижным. То есть тот же прямоугольник, благодаря шифонам, тканям, или сочетаниям более мягких тканей, в отличие от предыдущих сезонов, более жестких и четких, которые держат очень четкий контур костюма. То есть женщина все-таки хочет быть женщиной, и все-таки крылышки у нее появятся. Дело в том, что женщина, она, наверное, не меняется. Она пробует, в общем-то, разные образы, и она, может быть, в тот момент, когда вы ее фотографировали на работу, вот в этот временной промежуток была, в жестком и в темном, да, а в вечернее время она все-таки могла себе позволить и пуговичку лишнюю расстегнуть, и шифоновый шарфик надеть. Вероятно, все-таки еще время имеет значение и место, где идет фотосъемка. Да? Да, но мы фотосъемки проводили в разных местах. То есть мы снимали с утра это, мы пытались поймать толпу народа, который несется на работу по каким-то своим делам. Мы пытались понять и офисные стили, и молодежь, которая в какой одежде ходит в институт, на учебу. Также мы снимали в более вечернее время суток. Мы ходили по магазинам, смотрели. Обычно народ уже снимает куртки, пальто, и можно уже увидеть какую-то интересную рубашку, может быть, юбку или платье, брюки. Мы снимали также в магазинах, это в европейском, в охотную ряду. Инга Владимировна, вот из тенденции сегодняшнего дня, я тоже была на последних показах, обратила внимание на феминизацию мужского костюма и маскулинизацию женского. Да, вот меня... Когда меняемся мы ролевыми ситуациями, да, потому что последние мужские коллекции, это цветы, это гладкие ткани, атлас, там шелк, которые, в общем-то, предпочитали женщины, вдруг кочуют из гардероба женщины в гардероб мужчины. Вот как к этому относиться? Ну, я бы сказала, что это все-таки реакция мужской половины населения на женские метаморфозы. Женщина действительно стала более мужественной. Ну, как бы складывается такая ситуация, что она и машину воет, она и на компьютере работает, она и президент компании, как правило, и, в смысле, очень часто, да, и дети на ней. То есть вот как бы жизнь заставляет женщину быть во всех ипостасях. Но все-таки вот это подиум, да, а вот по вашим наблюдениям, вот вы, вероятно, и мужскую часть, в общем-то, в объектив-то захватывали, да, мужчины Москвы все-таки это мужественный тип или женский? Я бы сказала, все-таки более мужественный. Ура! Ура, это радует! Ну, наверное, все равно какие-то яркие детали в гардеробе мужчины появляются. Это, может быть, галстуки, запонки, что-то, потому что скучный мужчина, он скучный саму себе, и, в общем-то, женщин, которые на него смотрят, да? Наоборот, по-моему, классика – это черный, белый и строго. И, как правило, женщины реагируют на таких мужчин более активно, чем на цветастых, в этих самых цветочках. А в студенческой среде у вас много мужчин, которые мечтают быть модными дизайнерами? Или группа девичья? На самом деле у нас, да, сплошные девушки. У нас один молодой человек улучшится на вечернем только. Значит, он практику. У вас очень интересная особенность института. Вы все работы делаете практическими какими-то выходами, да, Инга Владимировна? Мы обучаемся на проектах, на производственных. То есть мы начали с того, что, во-первых, мы стали устраивать выставки регулярные в выставочных залах. Вот у нас выставочный зал Южного округа в Чертаново. Это наш постоянный зал, в котором мы регулярно, раза два в год точно выступаем. Сейчас зал Нагорный подключен к нашему процессу обучения. То есть всегда есть какой-то практический выход, да? Два театра оформили, два спектакля. Вишневый сад и сейчас вот комедию оформляем. Это хорошая практика. У нас калужские девушки все ходят в наших пальто. 200 человек ходят в наших пальто. С удовольствием ходят? С удовольствием. Раз купили, раз заплатили деньги, значит удовольствие. Это замечательно еще и тем, что можно отзывы услышать непосредственно, да? То есть ты вступаешь в тесный контакт с клиентом и можешь оценить свою работу уже со стороны человека, который это все носит. Хорошие отзывы? Да. Да? Нас очень порадовали. А вот вы как планируете свою деятельность в будущем? Кем вы себя видите, Светлана? Я себя как неудивительно вижу дизайнером, модельером. Женская одежда может быть и мужской потом в будущем. Я бы хотела в принципе работать на одежду для людей среднего класса, потому что мне нравится придумать какие-то оригинальные идеи, которые можно было бы воплотить в жизни, чтобы девушка могла чем-то отличиться. То есть какой-то интересный поворот, отворот, детали, которые очень привлекают внимание. Ну и в принципе, может быть, работала бы, конечно, да, и для более дорогих людей, потому что хочется, конечно, работать с дорогими материалами, тканями и делать иногда одежду как произведение искусства. То есть попробовать себя в разных областях? Да. А вот у вас уже достаточно большой педагогический опыт. Мечты сбываются, Инга Владимировна? Вы знаете, не сбываются, потому что я даже не мечтала о таких студентах. Я вам честно скажу. Я начала работать, в общем-то, с достаточно пессимистичным настроением, поскольку все сейчас ругают нашу молодежь, все недовольны. Когда у вас есть хорошая возможность обратиться к нашим зрителям и сказать несколько теплых слов, у нас катастрофически мало времени. Вы знаете, я вам посоветовала бы, во-первых, больше обращать внимание друг на друга и через костюм понимать больше друг друга. Именно вот внутреннее какое-то психологическое состояние, характер. Вам легче будет общаться и легче будет самим одеваться. Светлана, а что бы вы хотели пожелать нашим зрителям? Ну, я бы хотела сказать то, что не стоит стесняться себя, не стоит стесняться того, кто ты есть. И я предлагала бы людям раскрываться полностью в одежде, в костюме, в их имидже, образе. Отражать просто свою душу и свое настроение. Ведь это так красит нашу и улицу, и всех нас. А я скажу словами Белы Ахмадулина, я вас люблю, красавицы столетий, за ваш небрежный выпорх из дверей, за право жить, вдыхая жизнь соцветий. Всего вам доброго. До новых встреч. С вами были Инга Калакова, Светлана Витковская и Татьяна Лазарева.